Срочно выполню ваш заказ по созданию сайта. Моя специализация Joomla и WordPress. Здравствуйте, на связи Федор Васильев. В этом видео я хочу показать бесплатный маленький плагин для WordPress для Гутенберга. Называется он «Контакт форм-блог». Вот сейчас страница данного плагина. Все ссылки я оставлю на своем сайте. Соответственно, ссылка будет под видео на мою статью. Перейдете и дальше там перейдете по ссылке этого плагина. Это самая простая, самая легкая форма плагин, которая не будет нагружать ваш сайт. Если вам нужна форма, которая самая минималистичная, то есть совсем практически нет опции, выполняет самую обычную свое действие, отправку формы. Не имеющий CSS, не имеющий JavaScript, то есть работает очень легко. Да, у нас есть возможность подключить Google и Capture 3, последнюю версию Google. Если вы подключитесь, тогда да, будут подключаться JavaScript. Если оставить такую форму, возможно будет спам сыпаться. Если будет сыпаться, тогда есть возможность подключить Google Capture. Давайте посмотрим в действии. На моем тестовом сайте он у меня уже установлен. «Контакт форм-блог». То есть получается, если вы используете «Гутенберг» на страницах, в виджетах, в записях, ее можно везде будет вставить. Давайте перейдем сначала в «Настройки». То есть после активации у вас появляется вот здесь вот она. Переходим в «Контакт форм-7». Здесь вам говорится, что если хотите использовать защиту от спама ReCapture 3 версии от Google, вам нужно перейти в Google, зарегистрироваться, там получить ключи, публичный ключ и секретный ключ. И вот здесь вот есть поля, их просто проставите, и тогда Capture автоматически появится. Здесь «Настройки». Если вы вот сюда не поставите URL перенаправления после отправки, я рекомендую сделать дополнительную страницу, страницу с благодарностью, куда человека перенаправят после успешной отправки. Если вы сюда ничего не ставите, будет показываться сообщение на английском языке. Здесь недостаток в том, что поля придется переводить самому через, например, LocoTranslate плагин. Об этом плагине у меня был тоже урок. Очень легко переводить плагин и темы легко прямо в админке сайта. И поле «Телефон». То есть тут абсолютно простая форма. Введите там ваше имя, имейл и сообщения. Но если нужно поле «Телефон», тогда нужно нажать на кнопку «Enable». Это значит «Включить». Тогда появится поле «Телефон». Давайте посмотрим. Перейдем в записи. Как вообще в записях вставляется через Gutenberg. В любом месте где-то в статье находите вот такой вот аддон. Вот он, «Контактформблок». Простая форма. То есть получается недостаток. Вот это имя, емейл, месседж. Это все надо будет тогда через Google Translate переводить. Для кнопки «Отправить» у нас есть настройки. То есть вот здесь у нас... Вот здесь вот меняем текст. Пишем «Отправить». Видим, меняется текст. Здесь, получается, есть несколько стилей отображения. Вот такой самый интересный и «Non», то есть без стилей. Если ваша тема может подхватить своими стилями, то формочка в идеале должна выглядеть в дизайн вашей темы. Я использую тему «Reboot». Здесь, конечно, она не подхватывает никакие стили. И самое интересное выглядит вот так. Соответственно, она отличается в реале. На сайте, скажем, кнопка вообще выглядит не так, а поинтереснее. Кнопка большая. Давайте посмотрим. Вот я обновлюсь. Вот видите, такая кнопочка «Отправить». Вот прям в статье. Вот такая вот простая форма. Давайте сразу я заполню поля. Причем, если я не заполню, то есть форма настолько простая, мы не можем поставить чекбокс внизу условия использования политикой конфиденциальности. Мы не можем поставить обязательные ли поля. Но она нам не дает отправить уже. То есть поля уже обязательные. То есть если вам нужна форма, реальная форма, которая с большими возможностями, вам придется ставить плагин. Ну, даже тот же «Контакт форм 7». Но здесь прикол в том, что он не нагружает сайт вообще. Эта формочка. Если, это еще раз повторюсь, если нужна прям максимально простая форма. Нажимаю «Отправить», «Меня перенаправлять на главную страницу», потому что в плагине я выбрал «Перенаправляй на главную страницу». То есть она свою функцию выполняет. Теперь здесь «Show header» показать, то есть заголовок. Вот здесь вот по-русски какой-то заголовок можно. Дальше «Message», «Размер», «Поле для сообщения» можно. Соответственно, по дизайну настроить кнопку и цвет текста. Таким образом. Давайте посмотрим. У нас поменялась кнопка. Думаю, здесь понятно. И то же самое, если мы перейдем в виджеты. Если вы тут «Гутенберг» тоже используете, тогда вы просто находите, также настраиваете, абсолютно здесь все то же самое настраивается. Давайте сразу и посмотрим. Вот у нас формочка. В сайтбаре тоже выводится. Страницы – то же самое. Не буду уже показывать. Абсолютно так же выводится, если вы используете там «Гутенберг». Теперь смотрите, поле «Телефон». Его же у нас нет. Заходим в настройки. Нажимаем просто «Enable». Идем на сайт. Оно, поле здесь появляется. И появляется оно и здесь сразу. Ну, естественно, для всех форм. Также форма имеет мобильный адаптивный дизайн. Вот я зашел через метацию мобильного устройства. Вы видите, компактно, очень аккуратно выглядит форма. На этом я урок заканчиваю. Если он для вас был интересен и полезен, напишите об этом в комментариях. А я с вами не прощаюсь. И мы очень скоро с вами увидимся в следующих видео. Пока-пока, друзья. Внимание! А сейчас о самом важном. Вы научились создавать сайты. Простые и сложные. Дабы для этого у нас все есть. Крутые плагины и шаблоны. Сайт у вас готов. Но вы замечаете, что ваш сайт очень долго грузится на мобильных устройствах на компьютере. Если вы еще не знаете, скорость вашего сайта вы можете проверить через специальный сервис под названием Google Page Speed Insight. Сервис очень быстро покажет скорость вашего сайта на мобильных и компьютерных устройствах. Реалии таковы, что сейчас нас интересует только скорость на мобильных устройствах. Если вы видите, что ваш сайт находится в красной зоне, вы уже сами понимаете, что это нехорошо. Но почему это нехорошо? Почему это плохо? На что это может влиять? Во-первых, неприятно. Сайт долго грузится. Вы это можете сами ощущать. Во-вторых, это может влиять на ваших клиентов. Люди могут просто со слабым интернетом не дождаться загрузки вашего сайта. А значит, вы теряете клиентов. Это будет плохо влиять на SEO-оптимизацию сайта. Поисковики видят и знают, если сайт не оптимизирован и долго грузится, это также будет влиять на поисковую выдачу. И вы можете быть только из-за этого ниже в топе 10 Яндекса и Гугла среди ваших конкурентов. Если у ваших конкурентов с этим дела обстоят лучше. Для тех, кто уже столкнулся и борется с этой проблемой и не может найти решение, перепробовали кучу плагинов. Я уж точно сел на этом собаку. Перепробовал просто десятки плагинов, которые зачастую платные. И нужно уметь их еще настроить. То есть, никто из них не дает ощутимый результат. Да, у нас скорость увеличивается, скорость загрузки сайта. Но это не те результаты, которые мы хотели бы видеть. И сейчас самое приятное. Решение найдено. Теперь я могу оптимизировать ваш сайт с гарантией от 90% на мобильных устройствах. Сайты на WordPress. Вы используете WooCommerce, Elementor, какие-то тяжелые темы. Мы с вами проведем диагностику всех плагинов. Отсеем, какие плагины вы не используете, какие не нужные. Я дам нужные рекомендации. Возможно, какие-то плагины заменить на более интересные. И ваш сайт будет в зеленой зоне, и вы забудете об этом. Ваш сайт будет просто летать. Никаких предупреждений, красных предупреждений в области оптимизации от PageSpeed Insight. Это все я исправлю. Сразу предупреждаю, услуга не из дешевых. Кто заинтересован, стучитесь ко мне в Telegram. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok